Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстрое! Сегодня я хочу предложить вам приготовить королевский торт без муки. Торт очень вкусный, приготовлен на основе яиц и арахиса. Арахис по желанию можно заменить миндальными или грецкими орехами. Готовится торт очень просто и легко, получается невероятно вкусным, нежным, в миру сладким. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 19 см, высотой 7,5 см и весом 1,6 кг. Давайте приготовим! Измельчим в блендере 300 г обжаренного арахиса. Если блендера нет, то арахис можно растолочь в скалку. Тесто готовится быстро, поэтому сразу включите духовку нагреваться до 180 градусов. 8 яиц разделим на белки и желтки. Разделяем аккуратно, желтки ни в коем случае не должны попасть к белкам, иначе белки как следует не взобьются. К белкам добавляем щепотку соли. И начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда белки вспенятся, постепенно добавляем к ним сахарную пудру и продолжаем взбивать на средних оборотах миксера. Всего нам потребуется 270 г сахарной пудры. Это 13,5 столовых ложек без верха. Когда сахарную пудру ввели, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимальных и взбиваем белки до 100 человек пиков. Далее в два этапа вводим в белки 300 г измельченного арахиса. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями, надо чтобы белки и арахис равномерно соединились. При этом долго перемешивать не надо, чтобы белки не осели. Продолжение следует... На обратной стороне пергаментной бумаги я нарисовала шаблон, по которому буду выкладывать тесто. Это два круга диаметром 18 см и два полукруга диаметром 18 см. Для выпекания берите обязательно качественную пергаментную бумагу. Делим тесто визуально на три части и выкладываем на пергаментную бумагу по шаблону. Если вы взвешиваете на весах, то на каждый круг выкладываем примерно 300 г теста. Если вы не планируете делать торт круглым, то проще и быстрее выложить все тесто на противень и разровнять. А потом готовый пласт разрезать на коржи нужного вам размера. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут до красивого золотистого цвета. Пока коржи выпекаются, можно приготовить крем. Готовые коржи выкладываем на пергаментную бумагу верхней стороной вниз. И сразу аккуратно снимаем пергаментную бумагу, на которой они выпекались. Перекладываем коржи на решетку и даем им остыть до комнатной температуры. Приготовим крем. К 8 желткам добавляем 150 грамм или миллилитров молока. Размешиваем до однородного состояния. Добавляем 100 грамм или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем. Добавляем 50 грамм сливочного масла. Для удобства я его нарезала небольшими кусочками. Перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Сахар и сливочное масло должны полностью раствориться. Когда масса начинает сгущаться, делаем огонь минимальным. Меняем лопатку на венчик и, постоянно помешивая, доводим массу до загустения. И снимаем с огня. Кипятить не надо. Сразу заливаем желтковой массой 150 грамм измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Перемешиваем до однородного состояния. И остужаем до комнатной температуры. Если это надо сделать быстрее, то чашу с кремом можно поставить в чашу с холодной водой и перемешивая, остудить до комнатной температуры. 150 грамм мягкого сливочного масла в комнатной температуре взобьем миксером. Масло должно стать светлым и воздушным. К взбитому сливочному маслу в два этапа добавляем остывший до комнатной температуры желтковый шоколадный крем. И на максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного состояния. Итоги мы уже находимся на месте. Беге- PETERT. Только и так далее, интерхиор уже ставим кем-то 30 метров. Уступ produto по 180 грамм. Комиссары и добавляем ребёнными подärчим Hokka Politik, потому что тебе это будет полезнее bills под��서 months advances. Комиссары и объем печ риску. Комиссары и добавляем следующий пакет на стоим. Первое шоколадное бисчок плотское бискет. Вот такой нежный воздушный крем получается. Сразу откладываем 2 столовые ложки крема, чтобы потом им выровнять бок торта. Накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник. 100 грамм обжаренного арахиса надо измельчить. Его мы будем использовать для прослойки коржей. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъёмное кольцо с ацетатной плёнкой. Если ацетатной плёнки нет, её можно заменить полосками, вырезанными из пергаментной бумаги или из мешка для запитания. Делим визуально крем на 3 части и промазываем корж 1 третью частью крема. Равномерно разравниваем. Посыпаем крем 50 граммами измельченного арахиса. Накрываем двумя половинками, снизу половинки я тоже промазала кремом. Далее повторяем, покрываем корж следующей 1 третью частью крема. Крем посыпаем измельченным арахисом, накрываем третьим коржом. Снизу корж я тоже смазала кремом. Покрываем корж оставшимся кремом. Вилкой делаем узор. Накрываем торт пищевой плёнкой и убираем в холодильник стабилизироваться примерно на 2 часа. При желании торт можно убрать в холодильник на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и плёнки. Покрываем бок торта ранее отложенным кремом. Сверху по краю посыпаем измельченным арахисом. И обсыпаем арахисом бок торта. Набираю часть арахиса на лопатку и аккуратно придавливаю кремом. Торт готов, он очень вкусный и красивый. Сегодня я приготовила базовый вариант без глазури, но по желанию торт можно покрыть шоколадной или карамельной глазурью. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!